Музыка 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 Пошли вот так По скверикам Музыка Медицинский колледж Сквер журналистика, вечно зелёный. Очень много деревьев здесь. Кинотеатр. Это цирк. Цирк? Да. Это дом печати. А это? А это я не помню уже. Это проспект Путина, вот это дом печати. Это наш саднём Динамо. Это, не знаю, Чехова. Парк Чехова, Парк Чехова. А это? Это тоже саднём. А это? Это драмтеатр? Ну театр, вон написано. Концертный зал. Это моё юбилей. Юбилей. А это орбита. Это орбита. Это юбилей. Это юбилей. О, ещё дом. Это военное время. А это уже сейчас. Да. Всё очень красиво делать. А, это Лермонтова. Да, драмтеатр. Ресторан Глобус. Дом быта. Это дом быта? Я вспомнила. Музыкальный фонтанчик. Театральный концертный зал. А это что? Александрская улица, Красные Ворота. Грозный номер 3. Очень старая кота. Беркатбаза. Ну да, рынок. Плотки. Разные надписи. Что это? Скатерти. Что тут только нету. Горячие пироги. Чебурек есть. Моя сестёрка чебуреки ходит сегодня. Ищем чебуреки. Что только тут нет. Мини-Китай, можно сказать. Мини-Китай и Турция, да? Плотки. Вон, люкс. Везде люкс. Кто сказал, что в Чечне бедные люди живут? Тут все в люксе ходят. Девочки, тут все богатые. Луси Танг, Гуджи, Фенди, Клоя. Все в люксах. Нашот наш салон. Наш салон. Нашот наш салон. Самая заметная реклама здесь. Знаете, что, а сумки пришли. Это Гранд Парк. Батега. 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 Нашла свой салон. Теперь будем Мини-Китай делать. Мини-Китай. Батега. 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 Компейлор, Мекс. Морское магазин. Женского нет. Только морское. Айбор. Тут все для айфон. Компейлор. 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 Ну вот и все, девочки. Настал тот час, когда нам нужно прощаться с Грозным. Очень жаль, но надо. Вернемся сюда еще раз. Грозного следующего раза. А теперь мы полетели домой. Ночной рейс у меня был. Знаете, при Литте с Грозным у меня спросили отрицательный тест или сертификат о вакцинации. У меня был сертификат о вакцинации, поэтому мне тест не нужен был. И я должна была, знаете, заполнить пассажир локализации форм. Это как акт прибытия в страну. Это позволяет бельгийским правительству отслеживать, сколько людей возвращается в Бельгию. И в дальнейшем это будет информация о том, как вы должны были сидеть на карантине или сдавать тесты и отправлять им. Так как я вакцинирована, я на карантине не сидела. Я просто сдавала тест два раза и обе у меня были отрицательные. Информация про анкету, где вы получите этот штрих-код, вы можете найти info.coronavirus.by Это сайт бельгийский. Там вы просто находите этот PLI форум анкету, его заполняете, вставляете туда все ваши персональные данные, информация о вашем перелете и номер телефона и Gmail. Нажимаем, вы получите свой QR-код, который вам надо будет предоставить на паспортном контроле при въезде в Бельгию. Ну все, мы почти прилетели в Стамбул, аэропорт Кикчен. У меня перелет был ночной, очень красивый ночной Стамбул, утренний Стамбул. Мы сейчас видим. У меня небольшая стыковка, у меня было всего лишь пару часов, чтобы получить здоровый посадочный талон до Брусселя. И наконец-то я успела, нашла свой выход и мы сейчас направляемся на посадку домой. Ну все, полетели. Через пару часов я буду уже дома в Бельгии и потом у нас начнется с вами обычные влоги, походы по магазинам, закуп продуктов, организации, хранение, уборки, мотивации. Если вам это все интересно, то оставайтесь со мной. И еще, девочки, если у вас остались ко мне вопросы, если вы что-то не поняли или вам что-то было интересно, пишите, пожалуйста, не стесняйтесь, отвечу каждой. Ну все, и теперь у нас начнется обычная рутина и обычные влоги. Всем спасибо вам огромное за просмотр, за ваши щедрые лайки, за вашу поддержку. Всем я вам желаю мира вам и добра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok